В каждой стране мира дети похожи друг на друга. Они любят свои игрушки, ждут, когда мама угостит чем-то вкусненьким, начинают капризничать, когда теряют родителей из виду. Это телепроект «Человек в городе». Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященных детям самой страшной войны в истории человечества. Машенька из села Поляны, Сашка из Донковского района, Роза из Хмельницкой области, маленькая Женечка, бежавшая с родителями от Голдена по Волжье в Рязанскую область, Галя из Михайлова, наш земля Коля, Лена из Ленинграда, Машенька из Воронежской области. Эти люди никогда не видели друг друга и не давали интервью. Сегодня им уже по 80 лет, но они помнят свои детские годы, как будто это было вчера. Знакомьтесь, дети войны. Дети войны смотрят в небо, глаза воспаленные. Дети войны в сердце маленьком, горе бездонное. В сердце словно отчаянный гром. Ленинградский гремит метроном. Неумолчный гремит метроном. Я уроженка села Большая Алексеевка, Базарно-Караблакского района, Саратовской области. В Михайле мы оказались в 1933 году, когда был голод на Поволжье. Мы, значит, мама, бабушка и нас четверо детей. Самый младший. Всего утвержден, как хорошо вспоминала. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Я помню папа, он же гражданскую воевал. И пришел, он в 17 лет бригадиром был. Пришел в дом, коров пригнали. Коров пригнали, коров загонял. Пришел, говорит, да, наверное, я с вами прощусь. Война, война. И ему повестка прям первым. Приемный пункт был в морских. Всю ночь не спали, сухарики сушили, мать дала сало достала, носки ям вдвое. Все положили в рюкзак и пошли его провожать. В 41-м году, в декабре месяц, когда в наш город Михайлов пришли немцы, мне было безнесли в месяц 5 лет. Эти дни я очень хорошо помню. Два дня они там находились. Вошли когда немцы. Я была в школе. Училась я, наверное, по-моему, в третьем классе. Да. И вот большая перемена. Нам в то время уже давали кусочек хлебушка чёрненького и 10 этих изюминок. На большой перемене. Мы съели завтрак, сели за парты, и вдруг начался гром. Вроде было солнышко, так хорошо было. Ноябрь месяц. Почему это мне ноябрь месяц запомнился? Потому что немец у нас был две недели только. Бой был на Чёрной горе. Там был монастырь, старинный монастырь, очень большой. Как мимо идёшь, глазницы, одни окна. Обвалы, обвалённые были церкви. По-моему, три или четыре в Лещенке. Тут, рядом с пекарней, две школы разбомбили этот монастырь. Ой, такое было страшное наступление. Такой был гром. А мы, вся улица, сбежали в этот подвал. Застрелили директора Чатинской школы Милосердина. Я потом в школу, когда пошла учиться, его жена была директора. У двоюродной сестры застрелили сын тоже Виктора. Был директор за год Зерно Рябов. Его сын застрелили. В битре огненный, чёрным воронам, Налетела нежда на беда. Разбросала нас во все стороны. С детства нас разлучит навсегда. Мы вышли на улицу, а там ходят немцы в шинелях, сапожки, шапочки на них. Такие обмотки были, вы-то не помните, у солдат серые, широкие, как вязные. И они вот так вот все были замутаны, замутаны, шея и каска сверху одета. Они в этих шинелях, такие холодные, потом разговоры были, они говорят, бабушку там какую-то разурь валенки сняли, по квартирам стали ходить, тёплые вещи забирать, у кого одеяло, у кого там пальто какое-то. Ну, они спрашивают валенки. А мама как-то на хорошей, куда-то она умудрилась, прятала. Рваны лежат за печкой. Это плохо. Посмотрел на печенье, лежит на печке. Он говорит, это партизан. На неё хотел её застрелить. Мама бросилась ему на руки, говорит, это дочь, любого спросить, она болеет. Ну, правда, он её не тронул. Я вот помню, я как ел, сидела, у меня рот раскрыт был. Я так от испуганной, не знаю, сколько сидела. Как она называется, свастика? На рукавах, на шапочках, эти, череп, кости. А мы-то сидели, нас мама не выпускала, а брату 16 лет было. И там такая улица была, Нижняя Зарайская, вот как раз нам дали эту квартиру. Там очень много было мальчишек, больного возраста. И они все выбежали на улицу и спрашивают, вроде там, ой, чего это вы, вот какие вы? Ну, мальчишка, любопытство. Они говорят, будем аэродромы строить. Аэродромы строить. Какие аэродромы? Где аэродромы? Ну, вот парк, там вот на железной дороге парк, вот там в каком-то парке. Какие аэродромы? Весельцы. Они должны были строить в Весельце. Мотоциклисты наши не могли подняться в горку. Здесь, вот где наша была квартира, была такая горка, и они не могли подняться, потому что снег, мороз. И вот ребятишки все опять сбежались. Брат мой был там. И они стали помогать мотоциклу. И в это время налетели немецкие самолеты, стали бомбить, обстреливать этими из пулемета. А Боря, брат, прижался к стенке. И его, знаешь, попал осколок от пули легкая. В легкое попало. Что мне еще запомнилось, все наши солдаты были в белых полушубках, шапки-ушанки, валенки. Потом нам сказали, что это сибиряки освобождали. Рисуют мальчики войну, Рисуют танки и катюши, Висят во всю листа длину Снаряды желтые, как груши. Вот членная дорога от нашей деревни 2 километра. По этой дороге шли составы, значит, везли вооружение, солдат. И немцы, они знали эту дорогу. И знали, что по этой дороге везут. И не один раз, ну вот однажды, немецкий самолет пролетал. И в основном они летали ночью или вечером, в сумерках. Освободили тут, Михаил, как раз день моего рождения. В ночь на 6 декабря. Как раз мне было 10 лет. Первый мой юбилейный такой год рождения. Засилала глаза ночь кронешная, Падал пепел опять и опять. До спасения и надеждаю Нам была только Родина мать. Субтитры сделал DimaTorzok